друзья мои я вас приветствую с вами как всегда витальсон наступило вкусное время время клубнички купил ящичек это клубничка воронежская по 220 рублей за килограмм здесь около пяти килограмм сейчас я ее хорошенько всю помою уберу зеленые вот эти хвостики и мы будем ее готовить в автоклассе вейн на пару сладком сиропе обязательно нужно мыть также нужно перебрать мало ли какие-то будут попадаться может быть уже подгнившие может быть под плесневелые всякое же бывает так что сейчас все тщательно переберем кстати местная у нас клубника вот сейчас был на рынке бабушки продают ну кстати очень очень мало очень мало по 250 рублей мелкая по 350 рублей более крупная турецкая клубника какая-то там такая вся фельдеперсовая по 300 и по 350 но она не такая вкусная вот такая вот куча получилась ладно перебираем аромат стоит просто сумасшедший перебираем моем и работаем клубничку я всю тщательно помыл перебрал и теперь буду раскладывать по банкам буду использовать пол литровые банки разного формата есть у меня покупные есть вот из-под томатной пасты в общем пойдут совершенно любые все они пол литровые только разного формата все сейчас раскладываем по банкам клубничку и далее будем делать сироп получилось 12 пол литровых банок смотрите какая красота радует глаз на кухне аромат стоит можно слюной подавиться еще смотрите такую штуку что накладывать клубнику можно под самую завязку вот мы допустим когда делаем консервы там искали из чего-нибудь там из мяса или кашу мы оставляем зазор в клубнике это делать не нужно накладываем под самую завязку но сироп заливаем не полную банку оставляем место и клубника она то сдуется не все будет нормалек сейчас готовим сироп из расчета на 1 литр воды пол кило сахара и сок от одного лимона еще здесь будет в этом рецепте одна небольшая изюминка сейчас попозже я покажу что это сироп готов кипятить его не надо я просто заливаю водой и растворяю сахар на огне как сахар растворился огонь выключают он просто чуть-чуть тепленький также как я и сказал добавил сок одного лимона в общем сиропа я сделал 2 литра воды 1 килограмм сахара он останется он весь сюда не уйдет но он останется он мне нужен будет у меня еще абрикосы на подходе все теперь вот так вот по плечике заливаем сиропом каждую баночку баночки залил сиропом вот так вот по плечике по поводу изюминки ребят смотрите в каждую баночку я положил по небольшому листочку сушеной мяты придаст такую небольшую пикантность сироп у меня как я и сказал остался но это не беда потому как на подходе после клубники я буду готовить абрикосы крышки нужно обязательно прокипятить минуточки полторы чтобы уплотнительное кольцо размякла и лучше присосалась к банкам ну все а я пока что буду готовить автоклав в автоклав я залил 9 литров воды это как раз до фольжда и закрывает тен и уже поставил баночки вот они стоят но в один ряд не поместилось пришлось поставить 4 банки на решетку во второй ряд мы сейчас закрываем крышку и начинаем готовить готовить будем сегодня на автоматическом блоке управления все готово крышка на месте все на месте шланг на месте так термометр на месте готовим ручной режим время стерилизации минус 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 так 10 минут окей температура стерилизации 115 градусов 110 окей температура остывания 50 такие какие до начался процесс нагрева в общем 10 минут при температуре 115 это для клубники нормально сейчас у нас будет нагреваться вода с помощью тена тена работает в данный момент на полную мощность на 3 киловатта вода нагревается создается пар пар поднимается вверх закрывается вот этот дышащий клапан и пар начинает выдавливать воздух через вот этот шланг вот сюда в водичку здесь будут такие бульки когда весь воздух уйдет это будет 100 градусов температура весь воздух уйдет то мы закроем вот этот кран и начнется нагрев до 110 когда нагрев до 110 дойдет включится обратный таймер от 10 до нуля когда дойдет до нуля все само по себе выключится все дышащий клапан закрылся вот начал выходить воздух при достижении 100 градусов весь воздух выйдет я закрою вот этот кран ну все воздух вышел такого характерное шипение уже идет температура 100 градусов закрываем кран и сейчас у нас будет идти нагрев до 110 градусов а далее будет уже идти 10 минут стерилизация в данный момент идет стерилизация вот обратный таймер до 0 дойдет и все выключится автоклав подался сигнал что приготовление закончено пропищал я пока в зале там делами занимался все теперь он будет остывать до 50 градусов когда остынет тоже подаст сигнал что нам остается сейчас сейчас нам остается только ждать ни в коем случае нельзя здесь ничего трогать просто ждем пока остынет ну и далее достанем баночки и будем уже снимать пробу ну что дорогие мои наступило самое вкусное самое любимое мое время время дегустации вкусняшек и так вот они все баночки здесь у меня все отлично приготовились крышечки вогнутые внутрь все чики-брики все как и должно быть красота автоклав сейчас на остывании у меня там абрикосики еще он горячий 81 градус но красота ребят красота но смотрите а клубника стала белого цвета сейчас попробуем что конечно на вкус там у нас получилось ну клубника белого цвета представляете как вывалилась аромат аромат как у бабушкиного компота клубничного ах ты прям аромат детства друзья аромат детства бабушкин клубничный компот смотрите ложечку давайте попробуем прям с сиропчиком вместе это очень вкусно ребят обалденно смотрите класс по сахару прям то что надо лимончик дал нужную кислинку плюс листик а мяты дал свою пикантность ума не надо можно язык проглотить а постоит еще вкуснее будет однозначно завтра пойду на рынок буду брать еще клубнику буду делать но в принципе я думаю можно сократить время стерилизации еще сократить температуру потому что но клубника получилось она вся вот такая вот она не развалилась нет она целенькая посмотрите она целая вся она не развалилась вот она но она такая вся вот как как будто мятая но вкусная а во рту таять жевать не надо супруге моей по любому понравится будет довольно очень вкусно что самое главное не приторно вот и не кисло и не приторно вот все как должно быть самый баланс зимой за уши не оттащить будет во супер а ребята кстати если будете приобретать автоклав я ссылочку оставлю в описании компания вейн промокод витальсон большие латинские буквы и вам будет скидочка компания вейн ребята не где-то там вы будете покупать а именно компания вейн там вам будет скидочка промокод витальсон колонна вейн 6 которая может устанавливаться от сюда здесь кламп 2 также может быть приобретена вами со скидочкой по промокоду витальсон колонна вейн реформ ну и вообще что вы будете приобретать в компании вейн везде пишите промокод витальсон и вам будет везде скидочка на автоклав гарантию дает производитель 3 года ну в принципе я вот сколько пользуюсь уже второй год ничего с ним не случилось по поводу автоматики номер телефона оставлю можно позвонить и оставить заявочку на автоматику ее на сайте нету переводный куб автоклав бродильная емкость я в нем даже делаю бекон ну вы все видели у меня все видосы можете проходить и смотреть так что ума не надо ребята ну клубника выживать не надо да можно сократить время конечно вот ну для чего сократить время ну я не знаю она и так очень вкусная но в принципе можно потому что клубника она нежная такая но самое главное она не развалилась как в том году у меня произошло со сливами я сливы сделал вынул они целые вот так вот риханул и получилось пюре но пюре получилось бомбически вкусным вещь так это у нас листик класс все друзья мы это было невероятно вкусно я с детства такого не ел вот бабушкин вкуснейший бабушкин компот у у меня нет слов ребята одни эмоции делайте этот рецептище не побоюсь того слова можно даже в больших банках сделать ну там в литровых это рецептище вон у меня уходит в копилку а из всяких вкусняшек наверное на первое место сейчас еще попробуем абрикосы потом следующем видосе абрикосики здесь но у кого особенно есть своя клубника а сейчас самое время сейчас наступает наступила уже пора и дальше наступает потом осень до домашние заготовки так что автоклав покупайте ребята покупайте если у вас еще автоклава нет вы многое теряете тем более вот это дело все я буду хранить вообще дома при комнатной температуре в шкафчике даже в подвал не понесу все ребята я более чем доволен у меня эмоции через края такой вкусноты еще раз повторюсь постоит будет еще вкусней я вот ее попробовал просто вот как остыло так попробовал а постоит хотя бы хотя бы сейчас месяцок но зимой будет песни души пойду клубнику завтра на рынок блин искать дай бог чтобы еще продавалась все друзья мои говорю вам до свидания до новых встреч с вами был витальсон кушайте домашнее вкусное всем пока быть добру два пальца вверх